Прошло заседание партии Нур-Атан, где главным анонсом стало обсуждение системы выборов в Масле-Ахаты. Эти выборы теперь пройдут по новым правилам, по партийным спискам. Уважаемые члены бюро, в этом году нашей партии исполняется 20 лет. За это время Нур-Атан стал мощной политической силой. В последнее время среди нашего народа в самые трудные годы наша партия сплаченала людей, политиков, чтобы работать в едином русле. Мы сохранили мир, международное согласие и политическую стабильность, благодаря чему достигли, чем мы сейчас гордимся. Смотря на трудности, нельзя терять из виду главную цель, обозначенную в стратегии 2050 года. Войти в тридцатку развитых государств, то есть поднять качество жизни казахстанцев до уровня продвинутых стран. С этого путей мы не должны сходить. Впереди нас ждут в соответствии с Конституцией важные выборы в Мажлисе. Согласно внесенному в прошлом году поправкам законодательства, следующие выборы Масле-Ахаты впервые пройдут по партийным спискам по аналогии с выборами Мажлиса. Этот успешный опыт большинства европейских стран. Противники Назарбаева очередной раз обрушились на него с критикой. Мол, это очередное закручивание гаек, переход к выборам по партийным спискам. Но те казахи, которые об этом сильно кричат, они просто мало понимают, о чем вообще суть спора. Есть две системы. Первая система – это мажоратарная система выборов. И вторая система – это выборы по партийным спискам. Мажоратарная система подразумевает, что каждая область Казахстана будет выбирать своего представителя самостоятельно. Путем подсчета большинства голосов избирателей, проживающих исключительно в данной области. Но, как вы сами понимаете, выборы по партийным спискам будут уже ограничивать количество кандидатов. Будут заставлять людей выбирать только тех кандидатов, которые являются представителями крупнейших политических партий страны. Казалось бы, что попираются свободы и права человека. Но это на самом деле не так. Страны, где используются прямые выборы, то есть мажоратарно избираются депутаты, их не так уж и много. Основные страны – это США, Франция, Япония. Подавляющее большинство других стран Европы, в том числе и России, они используют выборы по партийным спискам. РИА Новости передают следующую цитату Назарбаева, которую он произнес на заседании партии «Нуратан». Назарбаев уверен, что Казахстан не получится надеть на себя шапку американской демократии. Он отметил, что для развития демократии нужно время. Конец цитаты. Это он не зря упомянул американскую модель развития демократии. Есть такой закон в политологии, называется «Закон Дюверже». Ссылку смотрите в описании к этому видео. Согласно этому закону, использование мажоратарной избирательной системы на выборах по одномандатным округам приводит, как правило, к установлению двухпартийной системы в стране. В то время как пропорциональная избирательная система, то есть выборы по партийным спискам способствуют многопартийности в стране. То есть это такой классический американский случай, когда в стране существуют только две основные партии – демократы против республиканцев и, наоборот, республиканцы против демократов. Но в Казахстане это будет иметь более извращенную форму. Казахское общество поделится не по политическому признаку, а по территориальному – русский север и казахский юг. Причем найдутся внешние силы, которые поддерживают сепаратистов севера. Естественно, Назарбаев не может говорить о таких вещах открытым. Его слышат слишком много людей. Но такой анонимный блогер, как я, могу себе это позволить. Что же нужно Казахстану, чтобы стать американской демократией? Американская демократия – это такая совершенно неправильная фраза. Правильно говорить полностью – демократия американских патриотов. Кем бы ни были американцы, по своим политическим взглядам, или демократами, или республиканцами, в первую очередь они все патриоты своей страны. Поэтому пока в Казахстане патриотов меньше, чем 90%, ни о какой американской патриотической демократии в Казахстане не может идти речь. Единственный реальный путь к тотальному патриотизму в Казахстане – это пока представляется только экономический путь. Есть такое правило народное – рыба ищет там, где глубже, а человек там, где лучше. Поэтому Назарбаев и твердит как заклинание о том, что Казахстан должен попасть в тридцатку лучших. Этому, кстати, была посвящена большая часть заседания партии «Нуратан» в лучших традициях, как говорится. И все потому, что если Казахстан не попадет в тридцатку лучших стран в ближайшее время, Казахстан вполне может исчезнуть как государство, как независимое государство. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки, за ваши комментарии. Подписывайтесь на мой канал и до новых скорых встреч.